Всем привет! Зима это отличное время, чтобы навести порядок в семенах и составить списки тех сортов и гибридов, которые вы будете выращивать в следующем сезоне. И сегодня я хотел бы рассказать о самых удачных, по моему мнению, сортах и гибридах перца, огурцов и томатов, которые я посажу в следующем сезоне. Начнем, конечно же, с самой популярной культуры среди огородников – это томаты. Томатов у меня превеликое множество сортов и гибридов, но далеко не все из них проходят проверку. Каждый год я стараюсь высаживать какие-либо новинки. Какие-то мне очень нравятся, я их включаю в свою коллекцию, а какие-то отбраковываю. Но ежегодно у меня есть определенный список сортов, да и гибридов, которые все же стараюсь высаживать у себя в теплице, да и в открытом грунте. И сейчас я их перечислю. Конечно же, самый сорт, который мне нравится очень и который я уже давным-давно выращиваю, более 15 лет – это сорт «Желтый гигант». «Желтый гигант» – это индотерминатное растение, высокорослое. Высаживаю я его в теплице. На улице как-то урожай он дает похуже, поздно созревает. А в теплице первые плоды уже созревают в конце июля, в начале августа. Плоды очень крупные, весом до килограмма. Они желтые, насыщенные у такого желтого цвета, очень сахаристые, ароматные, сладкие. Просто непревзойденный сорт для летних салатов, для употребления в свежем виде. Нужно же сказать, что растение, хотя и крупноплодное, его рекомендуют формировать в один ствол, но вот этот сорт вытягивает очень хорошо урожай. Поэтому я формирую вот кусты «Желтого гиганта» даже в 2-3 ствола, и урожай всегда вырастает отменный. К сожалению, пакетиков с семенами у меня нету, я их собираю сам и храню в таких вот кулечках бумажных. А какие-то семена, вот хочу вам показать, они у меня еще на листиках, вот так вот, когда сушил, так и прилипли остались. Ну, потом я их отклею и пересыплю тоже в такие бумажные кулечки. Значит, вот как видите, здесь написано «Быщее сердце» сорт. Тоже очень мне нравится, это всем известный сорт. Нравится тем, что помидоры очень мясистые, там практически нету сока, одна мякоть. Конечно же, для томатных соков, для приготовления такие томаты не подойдут. Но для летних салатов, для приготовления, например, того же кетчупа, он получится очень густой, они подходят. Сорт также крупноплодный, томаты в среднем 300-500 грамм, иногда и больше бывают. Очень урожайные, мясистые, как я сказал, и выращиваю я его в теплице. Растение также индетерминатное, высокое, до двух метров, а иногда даже и больше может вырастать. И всегда хорошая урожайность. Так, еще один сорт, картинку постараемся найти, но наверняка вы его тоже знаете, это полосатый шоколад. А полосатый шоколад очень и очень классный сорт. И в первую очередь за вкус плодов. Они невероятно сладкие, ароматные, вот просто потрясающий аромат томатов. Кстати, плоды также очень крупные, весом до килограмма могут при хорошем уходе вырастать, но обычно чуть поменьше, 300-500 грамм у меня они вырастают. Значит, плоды в полной зрелости становятся такого коричневого цвета с зелеными полосками. Довольно экзотически смотрятся они. Значит, растение также индетерминатное, высокое, до двух метров роста. Ну, примерно обычно метр восемьдесят, два метра вырастает. И также его выращивают в теплицы. К началу августа уже созревают у него плоды. Урожайность не могу сказать, чтобы у этого сорта уж слишком была высокой. Но тем не менее, я всегда высаживаю этот сорт именно за вкусовые качества. Они просто непроизойденные. И вот этот сорт является самым любимым сортом в моей семье. И мама очень любит, и племянник у меня любит, и сестра. Все любят плоды полосатого шоколада. Значит, следующий сорт, у меня также свои собственные семена, это сорт Бенетон. Как-то в прошлом году я про него рассказывал, и люди писали, что это гибрид. Но это не гибрид, это сорт. И называется он Бенетон. Многие его путают с гибридом Бениту. Это совсем разные вещи. Бенетон, я не знаю, продается ли в наших магазинах. Мне когда-то из-за границы эти семена прислали. У нас в продаже я не видел. Значит, растение это детерминатное, невысокое. Метр, метр двадцать. Может расти, кстати, в открытом грунте и в теплице. Устойчивое растение к фитофторозу, к другим заболеваниям, кладоспориозу устойчиво также. Значит, нагрузка урожаем очень высокая. С одного куста можно до шести, а то и восьми килограмм плодов получить, хотя кустики достаточно небольшие. Значит, плоды чем-то похожи на деборау, вытянутые формы, но более мясистые, плотные и довольно крупные. Весом 150-200 грамм в среднем. Бывает чуть поменьше, а иногда бывает и покрупнее. Такие придолговатые, не мясистые, классные. Вот для закатки, как по мне, очень и очень хороший сорт. Если вдруг где-то увидите, может в коллекционные какие-то есть семена, из коллекционеров кто-то продает семена этого сорта, берите, не задумывайтесь. Очень и очень классный сорт, порадует и урожайностью, и вкусом плодов, и устойчивостью к различным заболеваниям. В прошлом году, кстати, выращивал новинки. И оставил, конечно, не все. Оставил в первую очередь сержанта Пеппера. Это томат, высокорослый томат, индетерминатный. До двух метров ростом также вырастает. И опять же, подходит он в первую очередь для теплиц. Созревание у него среднее. Где-то в начале августа плоды созревают. Они сердцевидной красивой формы. И когда еще зеленые, они такого антоцианового окраса. А затем, когда созревают, они становятся темно-розового цвета с антоцианным, вот этим таким фиолетовым окрасом. Очень необычные окраски, но и очень вкусные. Сахаристые, ароматные, сладкие. Ну, классный сорт для употребления в свежем виде. Мне очень нравится. Можно, кстати, и домашние заготовки делать. Аджику какую-то, кетчуп делать из него. Соки можно делать. Ну, и урожайность тоже у этого сорта хорошая. Единственный минус, конечно, скажу, что очень много пасынков мелких он образует. Постоянно нужно его пасынковать. А в остальном очень хороший сорт. Мне нравится. Значит, и еще одна новиночка. Это сорт российской селекции. Называется золото колчака. Классный сорт. Вообще непревзойденный просто, по-моему, сорт. Растение высокорослое. Опять же, высаживал я в теплице, в открытом грунте не пробовал. Не знаю, как он себя ведет. Но понравились плоды. Они желтого краса. Такого темно-желтые плоды. Придолговатые. Довольно мясистые. Значит, и увесистые. Вот прям такой плод вроде и небольшой по размеру. Придолговатый. Но весит грамм 200. Очень вкусные, сладкие, ароматные. И, кстати, вот достоинство сорта, что устойчив он к кладоспориозу этот сорт. Устойчив к фитофторе. И еще, что немаловажно, его надо мало пасынковать. В принципе, можно в несколько стеблей формировать. И хорошо будет расти. Нет загущения куста. Он слабо облиственный. И нет множества пасынков. В принципе, я этот сорт пасынковал только лишь два раза. И все с ним было хорошо. Завязывало плоды и опыляемость. Хорошая пустотьвета никакого не было. Поэтому также, если найдете, можете брать этот сорт себе в коллекцию. Конечно же, это неполный обзор на все сорта гибрид автоматов, которые я буду выращивать. Еще потом я буду рассказывать более подробно, наверное, про гибриды и сорта. Потому что я выращиваю каждый год более 30 сортов и гибридов автоматов. А в этом году, наверное, и того побольше. Я думаю, 50, а то и 70 штук различных сортов гибридов я буду испытывать. И в сезон, когда будет картинка, когда я уже буду видеть урожайность, какие плоды, какой их вкус, я буду давать более широкое описание сорта либо гибрида. Значит, сейчас продолжим тему семян дальше. И теперь, конечно, на очереди у нас огурцы. Огурцы, нужно сказать, что я выращиваю и в открытом грунте, и в теплице. В теплице выращиваю огурцов я совсем немного, чтобы покушать, насладиться ранним урожаем. А уже в открытом грунте выращиваю огурцы для того, чтобы делать домашние заготовки. Различные соленья, салаты какие-то на зиму и так далее. Значит, что я выращиваю в открытом грунте? В открытом грунте я больше всего использую пчелоопыляемые гибриды и сорта огурцов. Значит, конечно же, самый мой сорт любимчик, есть также он и в гибридной форме, это родничок. Вот, все-таки стараюсь брать родничок F1 гибрид, потому что он образует больше женских цветов, ну и, соответственно, урожайность повыше. Значит, но не отказываюсь и от сорта родничок. Почему? Потому что вот этот сорт дает обилие цветов, иногда даже дает много пустответа. Но цветы привлекают в огород пчел, шмелей, других насекомых опылителей, которые опыляют цветы не только на огурцах, но и на других растениях и повыжают урожайность. Значит, поэтому каждый год родничок я высаживаю. Растение у родничка очень такое мощное, коренастое и урожай хорошее. Огурчики всегда сладенькие, идеально просто вот они и для салатов, и для солений различных, и мариновать их хорошо. Единственный минус у родничка в том, что плоды быстро перерастают. Раз в три дня надо собирать. Если неделю пропустили, приезжайте на выходные, а там уже вот такие кони, которые не в банку поместить никуда, поэтому вовремя нужно собирать. А в остальном сорт гибрид очень хороший. Они не так подвержены заболеваниям различным, устойчивы к заболеваниям, особенно к пероноспорозу, и всегда дают хороший урожай. Еще один сорт, который я выращиваю, это обязательно, это сорт веросень. Сорт огурцов белорусской селекции. Очень удачный сорт, который устойчив к основным заболеваниям огурцов. И не зря его назвали веросень, ведь веросень на белорусском языке это сентябрь. И на самом деле, вот веросень, он может давать урожай даже в сентябре, когда уже идет понижение температуры и холодные ночи. И он в меньшей степени поражается заболеваниями. Тем же пероноспорозом, который поражает огурцы, вот даже в холодные ночи, он просто неубиваем растет и плавононосит до самых морозов. И даже как брать вот этот год, хотя сентябрь был теплый, ночи уже были, правда, холодные, но свои огурцы с открытого грунта я убрал только лишь 27 октября. Вот с июля месяца и до конца сентября у меня был постоянно урожай огурцов в открытом грунте. Особенно порадовал этот сорт веросень. Огурчики у него такие плотненькие, хрустящие. Значит, более темного цвета, конечно, они, чем у родничка. Единственный, опять же, минус есть у этого сорта, что если огурцы перерастают, становятся очень плотные кожура. Поэтому надо вовремя собирать огурчики, не допускать, чтобы они перерастали. Пробовал их, кстати, для домашних заготовок, для солений, закаток. Идеально подходят хрустящие, в середине не дуплистые. Мне понравилось, поэтому в следующем году, опять же, буду его сеять. Ну, конечно же, не стоит забывать и про гибриды. Различные гибриды я испытываю у себя и в теплице, и на огороде. И вот в прошлом году я в теплице посадил гибрид белый китайский змей и зеленый китайский змей. Так вот, этот зеленый китайский змей мне вообще не понравился. Огурцы вроде неплохие, но очень часто горчат почему-то. Значит, и по урожайности я бы не сказал, что они слишком там урожайные. А вот белый китайский змей мне понравилось. Хотя эти огурцы и не были там супер урожайными, но плоды очень вкусные, ароматные очень, сладкие-пресладкие. И когда перерастают, даже большими становятся, то кожура у них все равно тоненькая. Вот, поэтому в следующем году, наверное, опять хотя бы один кустик белого китайского змей я все же высажу у себя в теплице. Кроме этого, я высаживаю, конечно же, в теплице и другие гибриды для раннего урожая. Но, в принципе, эти гибриды можно и на улице высаживать, не проблема. Очень понравился гибрид-артист. У него огурцы завязываются пучками по 3-5 штук, такими прям грозьями висят. Они такого темного, насыщенного цвета в мелкую пупырку. И понравился этот гибрид, не сорт гибрид, понравился тем, что очень хорошо он отдает урожаи в теплице. Устойчив к пероноспорозу, опять же, к различным пятнистостям листьев. И начинает плодоносить в теплице уже в июне. И плодоношение до самых морозов, иногда до середины, а то и до конца сентября, если нет на улице каких-то сильных морозов, он растет и плодоносит. Очень высокая урожайность у этого гибрида. Поэтому, опять же, буду его выращивать. Ну и, конечно же, новиночки есть у меня различные, которые собираюсь вырастить. Значит, это огурец ансор. Чем-то он похож на огурец, наверное, Арктику, известный всем, да, тоже гибрид. Урожайный, самопыляемый, устойчив к различным заболеваниям. И может расти как в теплице, так и в открытом грунте. Устойчив к различным неблагоприятным факторам. К понижению температуры, например, и к основным болезням огурцов. Огурчики, посмотрите, даже здесь на пакетике нарисованы. Вот они такого темного цвета в мелкую пупырочку. Кожечка у них не сильно такая, чтобы сказать, тоненькая, да, но и не плотная. Вот для домашних заготовок отлично они подходят. Для салатов тоже подходят. Хороший урожайный гибрид. Значит, еще есть два гибрида, это новиночки. Атик и Амур. Тоже очень хорошие гибриды. Партинокорпические. Значит, можно выращивать и в открытом грунте, и в защищенном грунте. Но все-таки я выращиваю в закрытом грунте эти гибриды, потому что они могут давать поздно урожай, до самой глубокой осени. Вот поэтому все же я стараюсь в теплице высаживать. Ну и всегда они меня радуют вкусным-вкусным урожаем огурцов. Огурчики хрустящие, универсального назначения. Хотите, свежими ешьте, хотите, закатывайте, в бочки солите. Ну и урожайность всегда высокая. И опять же, вот эти все гибриды-три, они очень устойчивы к различным и болезням, неблагоприятным всяким факторам погодным, к понижению температуры. Поэтому обязательно я буду высевать и в теплице. А в открытом грунте, может быть, в этом году попробую и в открытом грунте что-то посеять, хотя бы по одному кустику, чтобы испытать, как они себя там поведут. Все же по сравнению с классическими такими пчелопыляемыми сортами и гибридами, которые я привык выращивать на огороде. Дальше перейдем к перцу. В том году я провел большие испытания сортов гибридов перца. Высадил аж 40 сортов и гибридов. Скажу так, что практически все меня порадовали урожаем. Я доволен. Не было каких-то очень плохих гибридов и сортов, которые мне абсолютно не понравились. Мне понравились практически все. И многие из них я буду в этом сезоне выращивать. Но опять же, я определился с любимчиками. Конечно же, я обязательно буду высевать старые сорта. Кто еще помнит, вот калифорнийское чудо. Есть красное калифорнийское чудо и желтое калифорнийское чудо. Так вот, красное все-таки мне больше нравится по урожайности. Урожайность у красного калифорнийского чуда повыше, чем у желтого. Плоды очень крупные, мясистые, плотные. Сорт устойчив к различным заболеваниям. Созревание пишет, что у него раннее. Но как-то в моих условиях, я бы не сказал, что слишком рано калифорнийское чудо созревает. А обычно к середине августа идет созревание. Значит, урожайность высокая. Наверное, по 8, а то и 10 таких перчин больших. По грамм 300 на кустах. Кусты очень мощные, крепкие. Но все-таки лучше их подвязать. Потому что нагрузка урожаем очень большая. И перцы могут ложиться. Поэтому я все же подвязываю. Растение довольно мощное, высотой 60-70 сантиметров. Поэтому обязательно буду высаживать калифорнийское чудо. Еще один сорт. Это сорт синельга. Это сорт российской селекции. Растение высокое. Сантиметров 70 высотой. И имеет очень крупные плоды. Они весом по 300-350 грамм. А иногда бывает и по 400 грамм. В начале, когда они еще зеленые, в технической спелости, они имеют такой антоциановый фиолетовый окрас. А затем, когда созревают, становятся темно-красными. Урожайность тоже высокая. Мякоть сочная, плотная. Стеночки у него, наверное, чуть поменьше, чем у калифорнийского чудо. Где-то по 8 миллиметров. Но, тем не менее, это толстостенный сорт перца. Вкусовые качества просто отличные. И для домашних заготовок сорт идеально подходит. Значит, выращиваю, конечно же, и другие сорта гибриды. Но, хочу заострить на гибридах, которые мне понравились по прошлому сезону. Это гибрид желтая капия. Вот, кстати, вот этот гибрид имеет такие длинные желтые перчины. И, по-моему, это самый сладкий гибрид перца, который я пробовал. Перец просто, ну, мед. Сладкий-присладкий. Прям приторно-сладкий даже где-то. Вот его мы употребляем как-то в свежем виде. Даже на домашние заготовки его жалко тратить, потому что очень вкусный и ароматный. Растение очень высокое. Метр, а то и метр двадцать вырастает. И обязательно нужно подвязывать. Потому что урожай формируется от самого низа до макушки. И до глубокой осени все цветет и завязывает плоды. Тем не менее, значит, вот этот гибрид, он раннеспелый. От сходов до начала созревания урожая где-то 90-100 дней проходит. Ну, и стручки у него такие длинные, большие. 200-250 грамм где-то они весят. Поэтому вот этот гибрид я буду, опять же, высевать. Значит, в прошлом году первый раз испытал, значит, гибрид Pilot F1. Мне этот гибрид понравился. Это растение не слишком высокое, высотой где-то 50-60 сантиметров. И у него плоды небольшие, весом 100-150 грамм. Стеночка где-то миллиметров 6 толщиной. Но раннее созревание урожая. В начале июля уже начали зреть первые плоды. И где-то к концу сентября уже плодоношение закончилось. То есть, вот для северных каких-то регионов, где короткое лето, нет хороших каких-то температур, которые позволяют растянуть в период созревания перца, да, вот этот гибрид, я думаю, что очень подойдет, например, для той же Ленинградской области. Вот в теплице я выращивал, но думаю, что и в открытом грунте можно попробовать вырастить в этом году. Опять же, хочу провести такие масштабные эксперименты. Многие сорта гибриды растений, которые я обычно выращиваю в теплице, высадить в открытый грунт и посмотреть, как они себя там поведут. Вот буду об этом еще рассказывать. Значит, как я говорил, вот эти плоды очень-таки аккуратненькие, глянцевой такой формы, хрустящие, сладкие, ароматные, и мы их используем для заморозки. Вынимаем сердцевину, один в один составляем, как стаканчики, и в морозилку отправляем, потом зимой очень удобно фаршировать. А вот эти большие всякие плоды, как у калифорнийского чуда, например, либо синельки, конечно же, их не нафаршируешь, там надо килограмм фарша туда запихать, чтобы получились фаршированные перцы. Ну и, конечно же, еще один сорт на концовочку хочу о нем рассказать. Это воловья уха. Значит, этот сорт тоже российской селекции, и мне очень-очень нравится. Урожайность у него большая. Бывает по 8, а то и 12 перчин на одном кусте растет, и они очень крупные. Весом может быть по грамм 350, по 400, прям как литровые банки, висят они на кустах. Значит, созревание у этого сорта среднее. Обычно к середине августа, раньше я не заметил, чтобы он созревал, но обязательно подвязка. Растение вроде достаточно мощное, но такая нагрузка урожаем идет, что ломаются ветви. Поэтому подвязка просто обязательно для этого сорта. Ну и, конечно же, я выращиваю различные сорта острого перца. Вот в том году высаживал амбой. Ф1, это гибрид перца. Он полуострый, считается. Он не слишком острый, его, в принципе, хорошо используют для маринования. А вот, например, для аджики, чтобы такая поострее была, я всегда выращиваю сорт халапеньо. Вот мне нравятся. Плоды очень у него мясистые такие, да. В аджику отлично подходят, можно тоже их мариновать. Урожайность отличная. И вот острая сорта перца, гибриды острого перца, я зачастую высаживаю на улице. И на улице они отлично растут. Вначале высаживаю рассаду под укрытие спонбонда. Делаю дужки такие, укрываю спонбондом. И рассада у меня растет там примерно месяц под спонбондом. Потом уже, когда разгар лета, тепло и теплые ночи, я все это снимаю. И перец отлично себя чувствует на грядке. Всегда дает хороший урожай. Вот в этом ролике я постарался рассказать об основных гибридах огурцов, томатов и перца, которые я выращиваю. В сезон я вам обещаю показать видеоматериалы, репортажи с теплицы, с огорода, как эти сорта вживую все выглядят, как они развиваются, как они дают урожай. Ну и, конечно же, впереди у меня еще будут обзоры на различные другие и гибриды, и сорта. И не только огурцов, перцев и томатов, но и других овощных культур. Кстати, многие сорта и гибриды, о которых я рассказывал, вы можете найти в магазине про цветок. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. Всем пока.